Это программа День с толком в студии Елены Кузовкиным. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Стабильно тяжелая. Врачи рассказали о состоянии девушки, которая пострадала от пьяного лихача на остановке. Трамваи приостановят, запустят автобусный маршрут. В ноябре в Барнауле начнут разбирать разворотные кольца на новом рынке. Большая игровая зона, несколько спортивных площадок. В Новоалтайске появился новый сквер. Но вначале жители Алтайского края живут хуже, чем во многих других регионах страны. Такой вывод можно сделать, основываясь на результатах исследований РИА-рейтинг о материальном положении населения субъектов по итогам 2022 года. В топе худших регионов по благополучию людей наш край занял 75 место из 85 лидеров в списке второй год подряд. Со стопроцентным показателем является и Малоненецкий автономный округ. Наш же регион набрал чуть больше 20 баллов. Несмотря на то, что субъект прибавил менее 1%, в целом мы опустились в ежегодном рейтинге на две строчки. Отметим, самым худшим регионам по материальному положению населения признали Ингушетию. Добавим также, что создатели соотносили доходы людей со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также объемом вкладов на одного жителя, доли населения с доходами ниже границы бедности и т.д. А между тем, к 2030 году доля промышленного сектора в валовом региональном продукте может вырасти до трети. Таков прогноз временно исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки. Накануне с его участием в Барнаул прошел круглый стол, посвященный перспективам отрасли. 2023 еще не закончился, а представителям промышленности и властям есть что обсудить. По прогнозам профильного министерства, объем промпроизводства в регионе в этом году по сравнению с предыдущим может вырасти на 7%. Как признался временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, за последние пять лет в регионе индекс промпроизводства не снижался ниже нуля. В Сибири таких регионов два – Алтайский край и Иркутская область. Качественный рост сейчас обеспечивает сама реальность. Если помните, в 2020 году мы с вами подводили фактические итоги, как мы пережили коронавирус. Сегодня мы с вами встречаемся, и у нас опять все по-новому. С началом проведения СВО стало активно развиваться производство автокомпонентов, котельного оборудования и оборонно-промышленный комплекс. По данным министерства, промпроизводство составляет 27% валового регионального продукта. К сравнению, сельское хозяйство занимает 17%. Фоном для такого рывка стало импортозамещение. В 23-й год мы вступили, и вдруг Китай попер. Он за это время в Китае создал очень много бош, я имею в виду, своих клонов. Алтайский край единственный в стране, производит полнокомплектные топливные системы, колесные диски для крупногабаритной техники, природный сульфат натрия. Каждый пятый грузовой вагон и почти каждый третий агрегат почвообработки создан нашим регионом. Активно развивается легкая промышленность. Так, меланжевый комбинат расширяет площади. Среди проблем, над которыми сейчас работает производство, рост цен на сырье, новые площади для расширения предприятий, нехватка 3,5 тысяч кадров при больших заказах у предприятий. С июня 2021 года по 2023 год, по июнь, зарплата в нашей промышленности увеличилась на 48%. То есть за два года, представьте, в полтора раза увеличилась она. То есть не считаем это нормальным, потому что все-таки нормальная тогда ситуация, когда идет планомерная и рост инфляции, и рост заработных плат. Но опять же мы с вами понимаем, что мы не на первом месте по размеру зарплат в Сибирском федеральном округе, поэтому нам надо догоняться, это безусловно. Ну а средний показатель по Сибири 28%. То есть за два года по Сибири зарплаты выросли плюс 28%, промышленности у нас плюс 48%. В ближайшие годы эксперты прогнозируют еще больше рост производства промпредприятий. Среди наиболее крупных инвестпроектов увеличение добычи полиметаллических руд в Сибирь полиметаллы вдвое, увеличение производства топливных систем в АЗПИ вдвое и тканей в Меланжевом. Эти темпы позволят поднять долю промсектора в ВРП к 2030 году до третьей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткого ДТП, которое произошло накануне вечером на Красноармейском проспекте. Автомобиль сбил двух человек, влетев на трамвайную остановку. Одна пострадавшая с сочетанной травмой находится в тяжелом состоянии. Машина сбила бордюр, пробила насквозь. За рулем авто был 32-летний водитель. Как сообщили в краевой прокуратуре, он был пьян и не справился с управлением. Под колеса его машины попали двое. 18-летнему парню оказали помощь на месте. А 22-летняя девушка пострадала серьезнее. Ее госпитализировали. Выяснилось, что у нее тяжелая сочетанная травма, пострадавшая в сознании. Расследование по данному факту взял на контроль прокурор края Антон Герман. Он поручил выяснить причины и условия, повлекшие аварию, а также соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки. Сейчас водитель заключен под стражу, а Барнаульская госавтоинспекция выпустила специальный видеоролик с обращением ко всем автомобилистам не садиться за руль, будучи в состоянии опьянения. Разобьешь свой или чей-то автомобиль? Погибнешь сам или лишишь кого-то жизни? Выход прост. Возьми такси. В ноябре в Барнауле начнут разбирать разворотные кольца на новом рынке. Движение трамваев временно приостановят. В связи с этим в городе запустят новый автобусный маршрут номер 99. В администрации Барнаула обсудили завершающий этап работ на путепроводе. Подробности в сюжете Валентины Аскеровой. Глобальный ремонт моста на новом рынке выходит на финишную прямую. То, как путепровод будет выглядеть, визуально уже понятно. Опоры возведены, пролеты сделаны. Сейчас строители готовят их для дальнейшей укладки асфальта и новых рельс. По окончании работ по заливке плиты монолитной и по окончании, после заливки швов, устройства защитного слоя бетона на плитах, приступим к гидроизоляции. Ну а дальше уже все верхние работы, то есть дорожная одежда, навайное полотно будет устраиваться. На малом путепроводе приступили к уже устройству гидроизоляции. Заканчиваем монтаж швов. До конца октября основные работы завершат. А вот обустройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование, укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети, планы на ноябрь. И объект достроят вовремя. До конца ноября этого года, говорит подрядчик. К слову, на днях в городской мэрии обсудили все нюансы оставшихся работ. Особое внимание власти уделили организации пассажирских перевозок в ноябре. В периоде монтажа трамвайных колец со стороны торгового центра, транспортная комиссия приняла решение вывести на линию 99-й автобусный маршрут. Он будет регулировать, по сути, единицу, аспорт АК-2, МПРЦ, Пионер, четыре автобуса большого класса. Это есть финансовые средства. Подиспечим подвозку людей автобусными маршрутами. Плюс сохраним тот бесприсадочный тариф, который был установлен на городском электрическом транспорте. Автобус будет курсировать с 6 утра до 9 вечера каждые 9 минут. На совещании, посвященном вопросам реконструкции моста, глава города Вячеслав Франк еще раз напомнил, что в период разбора разворотного кольца работу маршрута необходимо организовать четко, без перебоев. Валентина Аскерова, День с толком. Серия пожаров обрушилась сегодня ночью на Барнаул. Из гостиницы «Турист» пришлось эвакуировать полсотни человека, а в районе рынка Докучаева слышны были хлопки и взрывы. Когда мы с вами не было огня, так было. А сейчас вы вытушите, полезно. Бахает! Пожар на складских помещениях тушили 28 человек, привлекли 7 единиц техники. В соседние строения люди не пострадали. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. А в пожаре в микрорайоне Восточный горело два жилых дома. Пострадавших также нет. А уже ближе к утру спасатели оперативно эвакуировали 45 человек из здания гостиницы «Турист» на проспекте Красноармейском. В подвале загорелось напольное покрытие. Очаг площадью около двух квадратных метров ликвидировали. В Барнауле начался 16-й Алтайский IT-форум. Это одно из крупнейших IT-мероприятий края, на которые приезжают гости из других регионов. В этом году внимание к форуму особенно большое. Ведь спустя полтора года после введения санкций, сфера информационных технологий вынуждена экстренно развиваться на рельсах импортозамещения. Так в рамках форума презентовали российскую экосистему печати «Катюша Принт». Подробнее об этом далее. На Алтае начался 16-й региональный IT-форум. Это мероприятие объединяет краевых, сибирских и российских специалистов информационных технологий и становится площадкой для обсуждения главных тем отрасли. Одна из них – импортозамещение. Например, это «Катюша Принт» – наша экосистема печати, в которой увеличивают количество отечественных комплектующих. Вы можете печатать защищенные документы, печать по требованию. Есть документы для служебного пользования, предназначенные только для вашего личного ознакомления. Соответственно, вы получите документ на принтере, только когда непосредственно подойдете к нему и авторизуетесь. Вопрос информационной безопасности – тоже один из ведущих. По словам федеральных экспертов, в Москве очень ждут разработок в этой сфере. Руководство страны ставит задачу, в том числе и с нашими системами информационной безопасности, выходить на внешние рынки. В Москве собирались и обсуждали составить перечень этих барьеров. И в Минэкономразвитие, Минцифры, в Думу попросить убрать барьеры, потому что иногда дело не в нехватке наших продуктов, а в трудности выйти отсюда. Но сами же гости подчеркивают, импортозамещением в IT в России занимались с 2014 года, но события 2022-го резко ускорили этот процесс. Поэтому и вопрос с административными и другими барьерами тоже скоро должен упроститься. Внутри страны формируется большое IT-сообщество, которое привозит в свои регионы отечественные технологии. Это касается и аппаратных частей, это и серверы, это и компьютеры, это и принтеры. Ну, вроде бы такая простая задача, но действительно она тоже у нас стояла под вопросом, а сейчас такие решения появились. Завтра в рамках форума участники обсудят переход на отечественное программное обеспечение и совместную работу бизнеса и госуправлений. В Новоалтайске появился новый сквер. Он включает в себя баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки, детскую игровую зону, пешеходные дорожки, столики и лавочки. Насколько расширились возможности для проведения досуга и развития творческих и спортивных навыков, смотрите в сюжете. Новая точка притяжения в Новоалтайске – сквер молодежный. Еще совсем недавно на этом месте были заросли деревьев и мусор. У нас очень мало парков такого масштаба и с таким наполнением, поэтому очень классное место. Хорошая площадка, новую площадку построили. Теперь здесь много игроков играют. Сквер молодежный – первый для данного микрорайона. Он появился благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы вели два года. Работы проводились в два этапа. В прошлом году подготавливался участок. По второму этапу проводились работы полностью по установке всех бордюрных камней, укладки асфальта, укладки щебеночного покрытия, укладки резинового покрытия, укладки брусчатки, подготовки ливневых стоков, дорожных болотен вокруг участка, ну и малая архитектурная форма площадки. Также в сквере установили освещение, видеокамеры и озеленили территорию. Однако на первом этапе застройки возникли некоторые технические сложности. На этой территории проходила теплотрасса. И мы вынуждены были выносить за границы. Мы понимали, что в случае порыва вся вот эта красота будет нарушена. Нам выделили дополнительное финансирование, больше 9 миллионов рублей. Мы провели конкурсные процедуры и вынесли опасный коммунальный объект за территорию нашего сквера «Молодежный». Всего на выполнение работ по благоустройству затратили порядка 40 миллионов федерального, краевого и городского бюджета. Я очень рада, что этот сквер тут у нас появился, потому что тут, знаете, были заросли и все. А сейчас просто сердце радуется. Есть где детям отдохнуть, где пожилым людям отдохнуть, на лавочке посидеть, познакомиться, пообщаться. Кстати, уже известно дальнейшее благоустройство Новоалтайска. В этот раз конкурс выиграли сразу два объекта. Большая пешеходная зона, которая проходит по нескольким центральным улицам, и сквер Победы на улице Дыповская. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Темп» выиграл Кубок Сибири и привез заветный трофей в Барнаул. Финальный поединок сыгран по всем законам футбольной интриги. Победный гол болельщики увидели лишь в самом конце матча. Дмитрий Дроздов расскажет, как барнаульская команда вновь подняла трофей над головой. Так, синий получается «Т», зеленый – «Распадская». Еще один «Распадская». Да! Нужно два раза по прямой. Да! В футболе бывают и такие случаи, когда финалистов определяет брошенная монетка. В полуфинале Кубка у «Темпа» и «Распадской» все показатели были одинаковые. Согласно регламенту, в таком случае вынуждены бросить монетку. Так, «Темп» и попал в финал Кубка Сибири, где встречался с Бурятией. «Монража» не было, все настроены были, все понимали, что мы перед болельщиками, перед самим собой задолжали. Перед началом сезона «Темп» ставил перед собой задачу максимальное количество кубков забрать к себе на полку. Однако футбол – спорт нелегкий и нередко непредсказуемый. В чемпионате седьмое место – ранний вылет из Кубка России. И теперь на очереди Кубок Сибири – трофей, который перекрыл все эмоциональные расстройства болельщиков. Они, в свою очередь, большой армией поддерживали «Темп». Первый тайм для барнаульцев ничем хорошим не маячил. Бурятия владела инициативой, постоянно давила на защиту номинальных гостей и практически не давала «Темпу» возможностей атаковать. За первый тайм у барнаульцев ноль ударов поворотом в створ. А вот во вторые 45 минут «Темп» начал показывать свой футбол. Раз за разом грузили мяч в штрафную Бурятов. На табло – ноль-ноль. И когда уже болельщики готовились к дополнительному времени или серии пенальти, из-за кулисья вышел нападающий «Темпо» Никита Гречников. Меньше чем за минуту до финального свистка «Темп» забивает и выигрывает этот сложнейший поединок и поднимает Кубок Сибири над головой. Соперник, конечно, непростой был. Играли, в принципе, плюс-минус на равных. Обоюдная борьба была, игра. Ну, раз в конце дожали, больше хотели, наверное. Играли две равные команды. Наверное, игры комбинационной не так много было. Это финал, и здесь была битва психологии. То есть, кто психологически будет готов к этому матчу, кто как использует свои немногочисленные моменты. Вот такой праздник футбола получился в Красноярске. «Темп» с хорошим настроением вернулся в Барнаул. И в следующем сезоне попробует взять уже не одно золото. Дмитрий Дроздов. День с толком. «Темп» с хорошим настроением вернулся в Барнаул.